Микс Ньюс Программа «Разворот» в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. В сегодняшнем «Развороте» представитель движения «Фри Рига», основатель художественного центра «Тотал Добжа» Каспар Лелгалвис. Здравствуйте. Здравствуйте, Каспар. Мы поговорим, собственно, о деятельности «Фри Рига». Я напомню, кто не знает, это движение, которое... Ну, по-разному можно рассказать, представить это движение, но оно занимается освоением заброшенных зданий в нашем городе. и преобразует их в пространство для творческой молодежи, для какого-то, не знаю, ремесел различных, бизнеса и так далее. Вот это слово «джентрификация», которое не так, в принципе, много лет назад пришло в наш словарь. Это то, чем занимается «Фри Рига», и об этом мы сейчас поговорим. Ну, у «Фри Рига» есть несколько основных объектов в городе. Вот один из них – «Таллинский квартал», который... Мне почему-то казалось, что ему год не так давно исполнился, оказывается, уже полтора. Ну, мы начали уже полтора года назад с контрактом между «Фри Рига» и их домовладельцем, а потом уже... Ну, весной всё равно был такой официальный заход на карту. Ну, весной, да, сделали первое объявление, что доступны помещения и начали уже, ну да, как бы встречаться с теми, которые ищут помещения. И, в принципе, первые мероприятия уже начались зимой 2017-го на 2018-й, а потом уже там новые резиденты наши уже там начались с апреля, мая, июня. И больше и больше мероприятий, в принципе, поэтому, может, кажется, что год, но, в принципе, уже полтора. Ну, вот это место, оно ведь... Вы сами как-то отмечали, оно было таким... Его не замечали, то есть оно находится, можно сказать, в самом сердце Риги, ну практически. Ну, оно было закрыто много лет, там, я не знаю, 10-15 лет. Ремонтная цеха скорой помощи, да, насколько я понимаю, советская ещё. Да, потом они ушли на новое место, и Рижская дума ещё делали конкурс ещё перед экономическим кризисом. В нулевых. Да, на то, что там делать, и в конкурсе выиграл проект на какой-то детской, там, развлекательный центр, что-то такое. Но потом уже после кризиса поняли, наверное, что нету таких возможностей. И потом пробовали несколько лет продать имущество, и сейчас... А принадлежит вот Таллинский этот квартал, я опять же для радиослушателей скажу, это место, это такой достаточно массивный квартал, который расположен между улицами Таллинас, Меры и Бривбас. Сейчас уже с 2016 года это частное владение. То есть, там, Рижская дума уже не имеет отношения к чему-то владению? Ну вот спустя полтора года это место стало привлекательнее, имею в виду, с точки зрения того, что на него обращают внимание. Ну, я надеюсь. Выстраивается очередь желающих освоить эти помещения? Ну, когда есть какие-то побольше мероприятия, и есть и очереди. Это лето, скорее всего. Просто я на этот счет как раз хотел спросить, вот большинство этих зданий, такого плана, и в принципе это такая, наверное, латвийская история, вот если Юрмалу брать, очень сезонные всегда, сезонные объекты такие, да. И Таллинский квартал тоже, то, что там происходило летом, когда это было похоже на центральный рынок просто, по количеству людей, просто это какой-то Лондон. И зимой там просто перекати поле. Вот как вы с этим, то есть есть какие-то возможности зимой тоже поддерживать жизнь? Прошлым летом это было такое тестирование, вот как принят горожане, рижане, вот новое место, и будет ли вообще там интереса. А потом уже через лето все закрылись, чтобы ремонтировать свои помещения, конечно, и здесь с отоплением. Но сейчас уже мы открываемся заново, и будет уже еще интереснее, и помещение более, ну, пелагутос. Ну, какие-то продвинутые, назовем это так, более благоустроенные. Благоустроенные для публичных мероприятий, и все, ну, как бы, дрожь. Безопасно, да. Безопасно, и отбелствовавши. Леком дожь. Да, все отвечает по законам. Вот, кстати, по поводу безопасности. В ноябре, по-моему, прошлого года вы стали героем сюжета ТВ-3. Было дело, было дело. Я тебе говорю, когда некая бдительная жительница Риги позвонила в программу и сказала, что ее пригласили на выставку в Талинский квартал. И она была просто шокирована этим местом, потому что это оказался какой-то ангар. Ну, действительно, речь это просто о заброшенных зданиях. То есть, сложно представлять, что они за месяц будут реновированы. Но все-таки, вот как это происходит? Вот журналисты обратили тогда внимание по поводу безопасности. Как вы эти вопросы решаете? В каком порядке? Ну, скажу честно, после этого сюжета, не только, там сразу и Буалдер заинтересовался. И мы встречались, и просто думали, вот как решить этот вопрос. И поэтому и закрылись на осень уже. А разве он не был решен? Мне кажется, что вы там нелегально находились. Я имею в виду, ну, какие-то... Когда вы входите в эти заброшенные здания и начинаете там что-то делать, вам же необходимо как-то это уже уладить? А с какими-то инстанциями? В принципе, там много инстанций, с кем надо договориться. И это длинный процесс. И, в принципе, когда мы заходим, мы начинаем этот процесс. Но, конечно, фри-рига вообще не так, ну, в принципе, пять лет, как бы кажется, давно. Но у нас не было до сих пор такого радзамс... Видения, вы имеете в виду? Нет, такого имущества, которое настолько привлекает интерес и посетителей, и медиа, и всяких инстанций. Так что вот у нас была впервые такая ситуация вообще, когда приехала журналистка, потому что кому-то не понравилось. То есть это как у монеты, с одной стороны, это стало популярнее, и это хорошо, с другой стороны, сразу заинтересовались те, кто какие-то... Не, но это, в принципе, с обоих сторон это хорошо, потому что вот мы сейчас уже знаем те вещи, которые мы не знали перед кварталом. Там, ну, у меня тоже опыт большой, и мы там делали мероприятия пять лет на ВЕФе, и только сейчас я узнаю некоторые вещи, которые там мы делали совсем, там, ну, нелегально. То есть это просто потому, что никто не интересовался, вы делали это свободно? Ну, в принципе, в Риге вот этот габ... Какой-то промежуток, да. Не промежуток, это как бы между Рижской думой и со всякими там инициативами жителей, пространство, которое там, в принципе... Ну, это коммуникация, в принципе, ну, не особо работает, там, в принципе, в большинство случаев... Получается, что работники муниципалитета очень заняты своими проектами, своими делами, своей администрацией города. Им там нет, в принципе, дела до всего, они не могут физически там уснуть... Да, надо проследить, ну, понятно. Надо проследить, что происходит. А мы, как горожане, которые сталкиваемся с реальной ситуацией, если мы видим, вот, что можно что-то улучшить, мы не ждем от Рижской думы, мы идем и улучшаем, но получается, что в каких-то конкретных случаях... Рижская дума и вообще там правительство не предусмотрело вот такие какие-то процессы, да, социальные инициативы. И у нас нету в законодательстве там какого-то там параграфа, который говорит, вот, как временно использовать пустующие помещения. То есть вы договариваетесь напрямую с владельцем? Мы договоримся напрямую с владельцем, и, конечно, мы тоже работаем, чтобы у нас было сотрудничество с разными институциями Рижской думы, чтобы этот процесс не тормозил, а, ну, был какой-то прогресс. Но вы когда заходите, вот если вы, как вы сказали, с Рижской думой, там, стройнодзор не привлекаете, вы сами оцениваете ведь состояние здания? Бывало такое, что вы заходите, смотрите, нет, здесь делать нельзя, это просто... Конечно, 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 даже в Таллинском квартале есть некоторые здания, которые мы не используем, потому что там, ну, даже если крыша стоит, ну, видно, что могут быть какая-то вот там маленький, но риск, что там вдруг что-то упадет там с крышей. Конечно, мы там не хотим никаких проблем. Мы, в принципе, ну, это уже визуально видно, но мы и Узе Альцином приглашаем экспертов, которые приходят и говорят там, вот там надо там сделать то и то и то, чтобы там что-то могли делать. И тогда мы делаем, считаем, сколько это стоит, будет окупиться или нет, делать или не делать. Ну, там временное использование – это временное, это сроки не такие большие. Там у нас сейчас договор на три года, может, будет подолг, под длиннее. Вот я об этом хотел спросить, кстати. То есть, я правильно понимаю? И получается, что вот там большие ремонты, даже ты там не успеешь окупиться. То есть, я правильно понимаю, вся вот эта вот история с джентрификацией, она работает так, что вы входите, назовем это так, оккупируете определенный там квартал или определенное здание. В Бельгии они называют «Одмир», мы называем «Резидент», в Бельгии они называют «Окупат». Не, ну просто «Фририга» начиналась с этих наклеек «Окупай ми», поэтому я и вспомнил. Так это происходит, что вы входите в это здание и становитесь его резидентами на срок до трех лет, да? Ну, например, там возле этого Зинарнякадемии, там уже договор на пять лет. Ну, возьмем, например, «Таллинский квартал» до 2021, да, получается? А что потом происходит? Вы уходите просто? Владелец уже начинает думать, что теперь с этим делать? Это зависит уже от того, видит ли или не видит интерес в дальнейшем сотрудничестве со стороны владельца. Ну, как правило, как это происходит? Ну, там, за пять лет вы уже какие-то закончили объекты? Или пока ниоткуда не сержали? У нас, например, было место на Дзирново, там, Дзирново-27, это уже закрылось, это два года было. Хозяин просто через два года, там, не знаю, накопил деньги или взял какой-то займ или что, но он начал там ремонтировать, там будет квартиры или что-то другое, я не знаю. Ну, квартиры, да. Но, например, вот было тоже Зундес, возле Зундеского канала, там, да, на Кипселе, там тоже было два с половиной, три года у нас сотрудничество, потом уже имущество перешло к другому владельцу, он там уже этот домик снес, там уже там тоже продвигаются дела. Ну, насчет Таллинского квартала мы все постоянно коммуницируем с хозяевами, и нет еще такой стопроцентной ясности, насколько мы там сможем продолжить начатый квартал. Ну, по меньшей мере там квартиры сделать нереально практически. Это, скорее всего, будет что-то более общественное. Да, но мы как бы работаем на то, чтобы через три года это продолжалось, и было у хозяев интерес тоже, прибыльный квартал, чтобы он не хотел поменять всех резидентов, но как бы в течение трех лет мы бы вместе с теми, которые используют помещение, создали вот такой квартал, который нравился и жителям, и был прибыльный для владельцев. Вы просто получаете в таком немножко положении такой золушки, то есть вы вкладываете силу, какое-то творчество в объект, но ровно в каком-то 2021 году, ну, понятно, есть возможность продления, но все же как бы вам укажут на дверь. Ну, золушка тоже через вот когда-то у нее тоже был прогресс чисто лично в своих делах. У нас тоже есть свой интерес, почему мы это делаем. Мы там, я уже в Нове Фе начал организировать этот художественный центр. Да, потому что просто у меня как бы сердце связано с искусством, и я, если я вижу, что я могу как-то вот там… Помочь, поспособствовать. Способствовать какому-то развитию современного искусства, я вот там беру и делаю. Мы сейчас переремся, коротко. Один из лидеров движения Free Riga, Каспар Лелковис, у нас в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, говорим о движении Free Riga, движение, которое осваивает заброшенные здания в Риге, которых, кстати, становится все больше, по крайней мере, визуально. В этом тоже сейчас поговорим, но сначала, наверное, о другом. Традиционно, насколько я понимаю, звездным часом для Free Riga являются всевозможные фестивали городские, и приближается Балтон Акс, Белая Ночь, у вас там тоже, я так понимаю, уже идея, точнее не идея, а уже подготовка идет. И в том числе в Таллинском квартале. А насколько я понимаю, вы подробнее об этом расскажете, я просто, ну, это уже публично было опубликовано везде, что вы организовали такой конкурс, и призвали жителей присылать запоминающиеся им, как бы сказать… Нет, на сцене просто звучит так неоднозначно, но какое-то творчество такое настенное. Мы начали в прошлом году на Балтон Акс такой конкурс, и получили очень много всяких интересных заявок, и у нас была жюра, которая отобрала там самые интересные по их мнению, и поставили потом опять на Фейсбук, и каждый смог голосовать. И вот, например, там первый, в первом конкурсе выиграл надпись «Паштайс, это снэпит экшнесс», которая даже не висит сейчас там. Да, и сделали такую неоновую надпись, а потом оказалось, что это художница, одна знакомая, у которой галерея, сейчас галерея «Лоу», это Майя Куршева, которая… Это автор этой надписи? Да. Но там авторские права не стало заявлять? Это же стрит-арт. Мы там встречались, она видела, и всё там… А надпись, ещё раз, как получается? «Паштайс, это снэпит экшнесс». Это получается самодельная неприятность. Ну, как-то так, да, самодельная неприятность. А кто-то ночью раз был «не» и осталось «паштайс, это спать». Смотрите, как интересно, это уже мета-искусство получается, потому что получилась новая надпись. И сейчас, в этом году уже у нас один из резидентов, стрит-фуд «Латвия» сделан уже новый, другой конкурс, и сейчас у нас уже стоит надпись «СВЛНМА Крутийну». Тоже кто-то где-то написал, ну, классная такая. А сейчас вы принимаете эти надписи? Глубокая, да. Да, у вас жюри там, там, всякие известные личности. И сейчас, вот прямо сейчас, любой может нам прислать на e-mail. А вы следите, кто что присылает? Ну, посмотрите. Да, да, да. Что там принёс? Что-то уже забросил? Нет, я лично нет. У нас есть девушка, которая с этим работает. Она на надписи только те, которые сейчас есть. Ну, которые... Я стал думать, какие надписи я так вот вспоминал, такие популярные. Ну, у нас есть разные. У нас вот на Стабу есть надпись, ну, там, на английском «Free Palestine, Free Ukraine», «Free Wi-Fi» довольно староумная. Раньше была надпись «Около Ригас Модос», такая знаменитая, мне кажется, уже культовая, правда, её закрасили. Эта улица «Brius» и там говорилось «Ella Ir Breus» на... Но это уже не может. Ещё никто не прислал, поэтому мы его и не ставили. А, ну, могут. Ну, просто эта надписи уже нет. Сейчас пойти, сфотографировать, прислать. Нет уже. Нет, нет, её никогда уже нет, её закрасили. А присылают на русском языке надписи? Их же тоже хватает. Нет. Нет? Нет. То есть, пульсом с никто не ездит, я понял. Скажу честно, мы, я думаю, что ещё не достигли русскоговорящую аудиторию. Просто нет времени, никто не транслирует все эти заявки. Ну, да. А, по-моему, на латышском так особенно не читают, нет? Известий. Я думаю, читают известия на латышском. Почему нет? Молодые люди, русскоязычные, вполне. Но здесь даже неинтересно, просто есть всякие русскоязычные надписи тоже в городе. Ну, хорошо. Но в итоге вот надписи, которые победят, они тоже будут оформлены в такие, как вывески. В любом случае, у нас нет никаких там вот только по латышескому или там можно и на русском, на английском, на любом. Ещё есть «Скатс Усхрущевку» такая знаменитая надпись. На улице Стабо, опять же, кстати, в том же месте. Да. Но в итоге это будет оформлено в надпись и будет вот красоваться в рамках фестиваля в Таллинском. Нет. Но это навсегда останется. Ну, я надеюсь, что больше чем-то. А в рамках фестиваля «Белые ночи» Фририка что в этом году ещё вот? Ещё будет у нас «Стрит-арт-слам», второй уже, где 12 участников там в течение пяти часов сделают свои художественные работы на фасадах. Это тоже уже, там можно будет сразу и посмотреть, и сразу уже проголосовать за свой фаворит. будет победитель, который там получит приз с 500 евро. О, это серьёзно. А, насколько я понимаю, у Фририга не так давно появился новый объект и не где-то там, а в Старой Риге. На улице Каллой, да, если я не ошибаюсь? Да, да. То есть… Каллой, пейс-четтерь. Как вы в это здание попали? Это самое сердце Старой Риги, заброшенное здание, многоэтажное. Ну, вот, у нас один из наших… Резидентов. Я бы сказал, мембер. А, ну, участник, член вашего движения. Член движения, очень активный. Язов Сбикши, который и Зундес этот сад там руководил, а потом Дзирнов 27. Вот, кончился этот проект, он очень активно искал другой, мы смотрели разные дома города Риги, вот получилось, что первый, который заключили договор, это был Каллой. Старая Рига? Да. Что там происходит? Здание уже в каком состоянии? Это полностью заброшенное было здание? Расстояло сколько лет, да? Заброшенное, конечно, звучит ужасно. Ну, не обжитое. Просто пустое. Пустое, да. Пустое. Очень нормальное и нормальное. Там не ера ремонта все равно. Ну, там был ремонт недавно. А, недавно? Нет, нет. А, мне казалось, что… Ну, там видно, да, что. А почему это пустым оказалось, если там в таком монохорошее состояние? Менялись хозяева там и… Просто неужели в Старой Риге нет претендентов? Нет какой-то… Это просто такой лампный кусок? Хороший вопрос, почему у нас столько много пустых домов в Риге? Вы как отвечаете на него? Я отвечу, что просто у нас жителей меньше. И другой причина, что люди предпочитают жить в новом доме, и поэтому и строятся новые дома, а старые пустые. Ну, парадокс получается. Новая строится, а старая пустует. Потому что ремонтировать под, как бы, такой современный ремонт старые дома оказывается там дороже, чем построить новые. Ну, вот действительно приходится часто читать, это даже не только визуальное впечатление, ну, об этом пишут очень много в соцсетях, что вот если пройти по центральным улицам даже Риге, их становится все больше. Помещение с надписью сдается, из дома, да, и так далее. То есть, просто, ну, соответственно, если дальше продолжать исторологическую цепочку, у Фририга работы будет только больше. И когда все начиналось, то есть, был вот этот вот лозунг, что искусству нужно пространство, Макс, Лайвайк, Тайлпо, да, был какой-то вот этот вот запрос. А сейчас не возникли ли такого, что будет, наоборот, дефицит, ну, не дефицит, наоборот, избыток? То есть, слишком много будет вот такого плана мест? Ну, пока это не грозит, потому что, чтобы брать еще и еще новые пустующие дома, нам надо тогда расти как организация, у нас нет сейчас, мы решили расти и взять еще новых помещений, но пока это не такой быстрый процесс, мы тоже не хотим слишком там рисковать, потому что, чтобы открывать новые здания, там, надо уже какой-то опыт и знания, вот как это делать, и чтобы все было безопасно и не было проблем там с, не с институцией, не там каких-то там с резидентами тоже. Ну, там тоже вот, ну, как бы звучит просто вот много пустых домов, много тех, которые ищут помещения, которые были бы дешевле, чем вот коммерциальная аренда, у нас список там больше, по-моему, 200, которые ждут помещения, но вот когда приходят и берут, берут это помещение, вот начинается сразу целая там цепь, цепь, да, проблем, которых надо решать, а денег нет, вот как решать, типа, работать нельзя, денег нет, но надо как-то помещение улучшать, получается, что тогда вот что делать, брать кредит, опять срок и маленький, ну, большой риск, получается, и надо очень думать, как быстро заработать, чтобы вообще не утонуть. Ну, в основном, в этих объектах, за которые вы беретесь, в итоге появляются, ну, как получается, или это какая-то развлекательная история, либо развлекательно-образовательная, культурная что-то, какие-то выставки, вот я на Калуе понимаю, там будет какая-то выставка тоже, да, уже была анонсирована. Это вот основные варианты или что-то еще бывает? Может быть, какой-то социальный бизнес, там, какие-то ремесла? Есть социальные бизнесы, есть там мастерские художников. То есть, это не исключительно, вот просто у многих такое впечатление, что, ну, такое распространенное мнение, там, особенно, может быть, у представителей, там, более старшего поколения, закрываются заводы, на их месте открывается какая-то развлекуха. Ну, то есть, там, вот ВЭФ, в свое время там, да, всесоюзный завод, не знаю, табачная фабрика «Намера», еще, кстати, 10 лет назад она работала, сейчас там, ну, сейчас там театр, да, ну, вот, как вы на это смотрите? Ну, я смотрю, что, если смотреть, там, в общем, немножко поглобальный, это процесс, который не только в Латвии, это везде в Европе, в мире. Просто промышленность, она как бы уходит, да? Промышленность уходит, уходит, там, не знаю, в Китай вообще поменьше, потому что связано с роботификацией промышленности. Ну, какие-то экологические еще лобби. И у людей, людей все больше, все меньше работающих, больше свободного времени, и поэтому растет культура как промышленность, как новая промышленность. Я в прошлом году был одной конференцией в Хенсинке, там было, были представители из Канады, которые сделали пэтеумс. Исследования. Исследования, вот, какой этот финансовый оборот культуры в год в Канаде. И они получились, что третье место после, там, какого-то, там, этого химического, там, производства, что-то там еще, я уже не помню, но культура очень большая, большая. Но в Риге, наверное, все-таки это не третье место пока еще. Ну, в Риге нет, но все равно Рига не оторвана от... Тенденций. От тенденций. И если, там, в Латвии, как бы, стремиться достичь какого-то, там, среднего уровня, там, развития, там, Европы, но это тоже процесс, который будет все больше, ну, идти вперед. Да. А вот эта вот, сама концепция этой джентрификации, ну, если так, может быть, более примитивно ее излагать, получается, что здания оказываются заброшены, туда входит творческая молодежь, привлекает внимание к этому месту, потом уходит, и туда приходит, в итоге туда приходит какой-то, там, не знаю, ну, что-то еще другое. Творчество уходит, приходит уже какой-то, там, не знаю, то ли бизнес, то ли что. Но это тоже зависит от первой, в первом, первой карте. Первую очередь. Первую очередь от Пеперсием Сабетриев. Да, общественный запрос. Да, запрос конкретных покалпаемся. Ну, услуг. Услуг. Если вот для каких-то, там, прибыльных, ну, там, бизнесов сейчас развлекательных и торговых более привлекательные, большие, вот, центры торговые, там, АЛФА, там, вот этот... Акрополь. Акрополь сейчас закрылся. Они никогда не полезут в тайский квартал. И, но, поэтому это не так просто сказать, вот, мы сейчас, там, дентрифицируем, потом, когда все это будет развито и популярно, тогда придет большой бизнес. А где, ну, откуда он придет? Есть у нас примеры в Риге, вот, этой истории законченной достаточно? Ну, может быть, Андрей Салатя претендует на это? Там что-то такое более получилось, более масштабное. Ну, что-то такое там получилось, да, и на ВЭФе тоже что-то такое получилось, но все равно, ну, есть какой-то предел. И, в принципе, и самим дентрификатором надо развиваться и расти, если, конечно, если там просто все сделаешь, типа, популярным, но сам там помещение будет таким же или там... Вот, понятно, если ничего не произойдет, да. Если ничего не произойдет, денег не научат зарабатывать, ну, придется уйти, конечно, тогда будет этот дентрификацион процесс. А, в принципе, вот дентрификация, если брать вот эти составляющие, заброшенные здания, там, развитие города, это на сегодняшний день вот наиболее идеально, то есть, ну, знаете, как вот говорят про демократию, то есть, демократия в ней есть свои плюсы и минусы, но ничего лучше мы еще не придумали. Про дентрификацию тоже это можно сказать? Или есть уже какие-то новые идеи? Ну, я имею в виду вот в передовых городах, там, Лондон, еще какие-то? Ну, там нет, там все то же самое, только там все более развито, и дентрификация очень целеустремленно делается, и привлекаются креативные уже как бизнес-партнеры на развитие, там, имущества. Мы тоже сейчас говорим с одним большим девелопером в Риге на счет одного бывшего индустриального помещения огромного, ну, сейчас я не скажу, на радио не скажу. Пока не будет договор заключен, это секрет, но мы уже говорим о более длинном сроке, там, 20 лет сотрудничества очень целеустремленного, там, по фазам уже, поэтому и так... А что там могло бы быть? Какого характера содержания? Ну, во-первых, содержание, скорее всего, будет меняться, это неизбежно, но, да, ну, там, начиная, там, с очень креативных мастерских, дизайнерских офисов, там, архитектура, рестораны, и, ну... Разное. Да, очень-очень, но сейчас, как бы, такой, самые успешные модели всегда, когда, вот, там, все разное, если, там, одно дело гибнет, то другое, там, спасется. А вот такой более философский у меня есть вопрос по своим, по следам своих же впечатлений. Не так давно была эта история с Дегловским мостом, и когда его закрыли, ну, то есть это за такой катаклизм, можно сказать, и дискомфорт. Но в то же время произошли вот эти вот какие-то общественные инициативы внезапные, да, там были, устраивались какие-то пикники, и это действительно все было так очень творчески и здорово сделано, такое ощущение действительно какого-то даже единения, что ли. Вот такой парадокс опять получается, что общество должно столкнуться с каким-то, с какой-то проблемой, чтобы на этом месте возникли какие-то, там, ростки. Это вообще так работает у нас? Ну, да, я думаю, что, в принципе, мы сейчас тоже атеистом развиваем сотрудничество с атеистами департамента. Это департамент развития, реческий дом. Да, насчет развития Апкамис. А, ну да, это развитие районов. Да, где вообще, если посмотреть там центры и что творится вокруг, это очень большая разница, и они тоже понимают все эти проблемы. А в каком виде это развитие будет заключаться? Развитие будет, сотрудничество будет заключаться в том, чтобы более развивать сотрудничество с всякими местными инициативами, активистами, социальными, чтобы услышать вот какие их идеи, потребности, как им помочь там что-то тоже сделать. А вот, если брать более так глобально и масштабно, экономические процессы, в том числе, например, банковские, все эти истории последние, они как-то влияют на вашу возможность? Там есть связь? Потому что тот же АБЛВ банк, например, сколько мне известно, много чего финансировал. Там была выставка этой коллекции «Барышник» в аварийской бирже и прочее. Сейчас, наверное, этого уже нет. Вот вы почувствовали это? Ну, мы как бы прямо не почувствовали, потому что у нас не было никакого там финансирования. Но вот непосредственно мы тоже увидим, как это влияет на владельцев, на развитие имущества. Это стало хуже, да? Да, конечно. А напоследок, в прошлый раз, когда мы встречались здесь, мы говорили о серии лекций «Компас», о городском планировании. У вас целая серия там сезонная была. Она прошла, она продолжается вообще? Она как-то развилась? Да, прошла очень успешно. Сейчас планируем, немножко концентрированно, сделать в конце августа. А сейчас летом у нас будут современные четверги на квартале. Вот это мы сейчас новый проект, который сейчас начинаем с 4 июля. Каждый четверг у нас будет современное искусство. на Таллиннском квартале. Это тоже лекции или в каком формате? Это концерты, современное искусство, танец, выставки. То есть это не компас, не формат серии лекций, это что-то другое. Ну и просто из-за того, чтобы сейчас этот, начинаем немножко компас, сейчас сузили. У нас будет неделя компаса в последнюю неделю августа. И мы вообще-то думаем сделать такой как бы co-working space, инкубатор для тех активистов, которые хотят начинать свои какие-то идеи в районах и как-то вот помочь им. А то в прошлом году получилось, что мы их вдохновили, а потом что дальше, как вот, что делать в снэпный аккаунт, как что-то сделать. А у нас опыт есть, и мы можем еще пригласить других, чтобы помочь вот именно таким энтузиастам. Спасибо большое. Один из лидеров движения FreeRiga, Каспар Лелгалвез, был сегодня в развороте. Я Андрей Яшкевич, звукорежиссер Евгений Копьян. Спасибо, до свидания.